Шестая ошибка. Не спрашивайте деньги. Тоже часто у меня такое тоже было, когда ко мне клиенты приходили и говорили, а вот как с тобой можно поработать, а сколько это стоит, да, и так вот, и как-то вот что-то уходишь в другую сторону. Если это про вас, то вы наверняка это тоже знаете, да, то есть когда не спрашиваем деньги или у вас спрос денег остается подвешенным в воздухе, то есть он не проговорен конкретно, сколько это стоит, что туда входит, когда это должно быть оплачено, да, то есть вот эти вопросы, они остаются где-то там или не проговорены четко и конкретно, или же вы о них чуть-чуть сказали, но клиент недопонял часто до конца, что же там такое, что же конкретно предложилось, да, какая же там точно сумма. Ну, кто-то будет спрашивать более активно, а кто-то так и вот и в непонятках и уйдет от вас, да. То есть очень важно понимать, что когда вы ведете разговор с потенциальным клиентом с целью того, чтобы он стал вашим платящим клиентом, пришел к вам на работу с вами, вопрос денег должен обсуждаться очень конкретно и четко и ясно и открыто с потенциальным клиентом, потому что если мы это не делаем, то оно остается непонятным для клиента, он конфьюжен, сконфужен, да, и не понимает вообще, то ли это платно, то ли это не платно, какая там конкретно сумма, и когда мне нужно заплатить, да, у него вот эти вопросы, и он, соответственно, часто говорит, ну я подумаю, да, или как-то вот так вот, непонятно ему. То есть если у вас такое есть, обратите на это внимание. И также важно спрашивать деньги в правильный момент, если вы спрашиваете, это не в правильный момент, пока клиент еще не готов, пока он еще не созрел эмоционально, да, то в результате вы сразу же что делаете? Сразу клиент начинает оценивать дорого, дешево. То есть у него это моментально возникает, потому что он еще не дошел до того правильного состояния и не увидел ту ценность, которую ваше предложение его жизни принесет, да, и поэтому он начинает говорить, о, это слишком дорого, или о, у меня нет денег, да, потому что мы сказали о деньгах в неправильное время. И вот эта ошибка тоже, которая часто, ну, убивает продажу, фактически убивает нашего потенциального клиента, потому что он был не готов, да, к тому, то есть две ошибки, да, к этому. Седьмая ошибка. Не разговаривайте с настоящими потенциальными клиентами. Тоже вот на вебинаре девочки делились о том, что да, я провожу там консультации, но в основном приходят халявщики, в основном приходят те, кто хочет волшебную таблетку, или я сам все знаю, я крутой, да, и как бы вы мне не нужны, в принципе. Вот, то есть это значит что? Что человек разговаривает с ненастоящими потенциальными клиентами, в результате тратится огромное количество времени, опять-таки начинается сомнение о том, а вообще где эти люди, да, то есть нет вообще клиентов, как я буду повышать цены, о чем у меня вот все такие приходят, да, вот нету их, потому что привлекают ненастоящих потенциальных клиентов. И это важно понимать, что нам важно фильтровать тех, кто к нам приходит, и важно создавать правильное приглашение на свою консультацию для того, чтобы к нам не приходили такого типа люди, да, чтобы на них не тратить время и не разочаровываться самим, потому что наверняка есть люди, которые хотят работать с вами, есть те, кто готов работать с вами, есть те, кто, которые не верят в волшебные таблетки и не халявщики, да, то есть настоящие, но мы не привлекаем их, потому что мы делаем это неправильно, не фильтруем и не создаем правильное приглашение, которое уже первый фильтр создает, и второй фильтр еще вы проводите сами, да.